Многие уезжают тайно от работодателей семьи. По легенде, в отпуск или командировку. Вот цели поездки не скрывают. Говорят, едут воевать. Как это ни парадоксально, за мир. Самая главная причина. Невозможно смотреть, как убивают нас, братьев-славян, как издеваются над мирным населением. Это идет война России против стран НАТО. Многие уральцы едут в Донбасс не первый раз. Но удачу перед отправкой проводят особый древнеславянский обряд ротания воинов. Все в этом строю профессиональные военные. Офицеры запаса, уже служившие в горячих точках. Мозговой предложил возглавить ополченческий батальон. А мы в состав этого батальона собрали из ветеранов наших уральских сперматозавров. Недавно одно из уральских изданий публиковало список бизнес-ополчения Свердловской области. Предприниматели, которые сотни тысяч рублей тратят на помощь бойцам Донбасса. В лидерах списка Сергей Голованов. Он потратил почти полмиллиона рублей на снаряжение добровольцев. Укомплектовал отряд из полсотни человек с ног до головы. Возрел протест внутреннее негодование. Надо чем-то помочь. Надо самому поучаствовать. С поту добровольцы собираются. У предпринимателя свой бизнес попошила спецодежда. Ради формы для добровольцев ему пришлось переформатировать линию производства, закупить новые ткани и дополнительно нагрузить швей. Впрочем, работницы решение руководителя поддержали. Положительное отношение. Считаю, что правильно, что мы поддерживаем. Чем можем. Форму не раз перекраивали по запросу добровольцев. Несколько раз тестировали. В итоге заказчик остался более чем доволен. Увидят не беззащитных детей и матерей, а вооруженных мужиков, не трактористов с лопатами, а бойцов, ополчения, добровольцев, то никто не полезет. В магазине бизнесмена появился отдельный стенд с военной формой. От спонсорской помощи добровольцам он только выиграл. Сейчас эту форму шьет уже на заказ. И спрос только растет. Екатерина Пономарева. До настоящего времени.